В вашей лекции вы говорили, что среди причин, мешающих выйти России на новый экономический уровень, это прежде всего отсутствие спроса на демократию и отсутствие возможности стремления к коллективной и общественной деятельности. Вообще, кто и как сможет эту ситуацию изменить? А я хочу сказать, что это не такие сложные вещи, как кажется. Довольно точно известно, что спрос на демократию высок там, где есть массовый и средний класс, где есть достаточно имущие и образованные люди. Потому что демократия, вообще говоря, система не дешевая и довольно сложная. У нас проблема в этом наличии среднего класса, в проценте среднего класса. У нас средний класс 20% как был до подъема, так и остался. Он не растет? Он не растет, совершенно верно. Могу сказать, почему он не растет. Он не растет в результате накачки денег. Вот накачка денег была, он чуть-чуть раздулся, а во время кризиса снова сдулся. Ему нужны институты, правила работающие. Вот как большой компании нужны правила для того, чтобы расти. Или как инновации. Я все время повторяю, что у нас есть прекрасные инновации в малом бизнесе. Вот антивирус Касперского. Это прекрасный малый бизнес на международном рынке. Если бы была хорошая институциональная среда, то из Касперского получился бы новый Google. Но большой бизнес новый. Не бывает без хороших правил, работающих судов. Но родители Сергея Бринта когда-то уехали за рубеж, и именно поэтому Сергей Бринт создал Google. Он попал в среду, где можно развить большой бизнес. В нашей среде нельзя. Сейчас опять отток, интеграция. Да, есть знаменитая поговорка, что в России поднять малый бизнес очень просто. Берешь большой бизнес и немножко ждешь. В конце 80-х у нас 74% наших сограждан на вопрос, можно ли доверять другим людям, отвечали положительно. И вы помните, тогда по полмиллиона людей выходило на улицы Москвы на антиправительственные митинги. А сейчас, боже мой, 10 тысяч вышло в Крымграде. Это же просто... Выдающиеся события. Потому что люди у нас теперь друг другу не доверяют. 88% по опросам говорят, что людям доверять нельзя. У нас социальный капитал разрушен. Знаете, я вам такую маленькую иллюстрацию к этому, с житейского уровня. Во многих кабинетах следственных оперативных работников висят такие плакатики. Они очень не гордятся, считают, что это вершина юмора такого профессионального, на которых написано, ну, адресовано они к приходящим людям, не к тем, кто там работает. Ваша свобода – это не ваша заслуга, а наша временная недоработка. Они мыслят в этой парадигме. И есть много причин, почему они так мыслят. Есть много причин. Это прям к Юнгу можно сразу... Да, про архетипы, да? Да. Последние два вопроса. Один к Вадиму Клюганту из них. Вот прошу вас прокомментировать последние события недавние на процессе. Сколько сейчас упомяну, это уголовная... Информация о том, что уголовное преследование Леоновича будет продолжено, судя по постановлению следователя Русановой. То, что был допрос также Антона Мирлина, замечательного свидетеля, который сам отозвался на информацию на сайте и пришел, рассказал, который раньше работал в ЮКОСе. Допрос депутата Ильи Пономарева. Это дело искусственно раздроблено для того, чтобы творить расправу было легче на много-много-много как бы отдельных дел. Обвинение там точно такое же, как часть обвинения Ходорковского Лебедева. Леонович – это бывший главный казначей ЮКОС. Там написали очень высокопоставленная дама из Следственного комитета, Татьяна Борисовна Русанова. В результате этой конструкции, которую создала госпожа Русанова, нефть вообще никогда, ни нефть, ни выручка от ее реализации не выбывали за пределы ЮКОСа. Они только все время болтались между материнской и дочерними компаниями, которые там какие-то фактические из них собственники, вообще не существующее правовое понятие, а какие-то нефактические собственники. Вот это то, что сказали. И поэтому Леонович должен сидеть. Вывод из этого следует. Антон Мирлин – замечательный совершенно человек. И сюда же можно при Илью Пономарева, потому что это оба люди, откликнувшиеся действительно на призыв Ходорковского и его защиты, прийти в качестве свидетелей защиты. Это сотрудники ЮКОСа, скажем так, достаточно высокопоставленные. С точки зрения массы доказательственной, объема, это ничего нового не привнесло, потому что уже это давно все понятно. Но с точки зрения убедительности, с точки зрения той самой гражданской позиции, хотя мало удовольствия, знаете, вот это вот быть объектом атаки того же Лахтина, это хамской совершенно атаки, да, дремучая, вот гремучая смесь мракобесия и хамства. Удовольствие-то небольшое на самом деле, но люди приходят и понимают, ради чего они пришли. Это очень важно. И, конечно, они оба сказали, что никакого хищения нефти не просто не было. Его быть не могло, потому что и дальше по пунктам. Вот я это знаю, я это говорю. Ваша честь, говорят они суду, а уж что там вы с этим будете делать, это уже дело вашей совести, ваша честь. Однако не всем удается, те, кто готовы рассказать, например, эксперта Делягина. А Михаил Делягин был приглашен, да? Значит, у нас, да, у нас был доктор экономических наук Делягин, в обратном порядке идем. У нас была доктор юридических наук Наталья Лопашенко, один из крупнейших специалистов в области изучения организованной экономической преступности. Книги, которые, как горячие пирожки в книжных магазинах, после каждого переиздания разлетаются. Да, еще был господин Хонт, заключение которого тоже не было допущено. Вот это все вот это такое, знаете, вот там, где нет верховенства права, а есть верховенство инструкции 2003 года, вот оно вот такое и происходит. При внешних всех, так сказать, атрибутах красивых. Вот, так что с этим так, и поэтому вот ходатайство, последний ваш вопрос, ходатайство о признании недопустимых, там все 200 томов недопустимых. Это просто один из достаточно серьезных документов, на которых съездится обвинение по целому эпизоду. Вот, ну, заявили ходатайство прокурора, четвертые сутки думают. Что же по этому поводу им возразить? То, что они будут возражать, сомнений нет. Нет, что именно они будут возражать, они четвертые сутки думают. Значит, ну, видимо, где-то там суфлирование идет, или я не знаю что. Я хотела бы попросить вас, Александр Александрович, дать свой сценарий развития событий по процессу, по ситуации в политике на ближайшие два года и в экономике. При всем при том, что мы видим по Ходорковским чтениям последним, что очень многие процессы сильно взаимосвязаны с теми же событиями в суде. Я напоминаю, что кризис экономический в России не закончился. Он в другой фазе находится. Поэтому я полагаю, что ближайшие два года – это выход из депрессии. Я полагаю, что вопрос о переходе России на другие траектории будет решаться вот в эти два года. Не сейчас, а на выходе из кризиса. И одним из факторов, очень высоким, станет дело Югуса. Пока я бы сказал, что основные шансы, то есть я бы положил процентов 80 на то, что Россия сохранится в инерционной траектории. То есть не будет катастрофы, не будет там кровавой диктатуры, ничего такого не будет. Ничего не будет. Страна будет вот засыхать. Пока на это, к сожалению, 70-80 процентов вероятности. Но есть и остальные, там 20-30 процентов, где сидят все другие возможные сценарии. Один из них – там сценарий мобилизационной модернизации, когда государство начинает отнимать деньги, как людишек перетрясти, подвигаться. Чиновников. Не только. Возможно, какие-то переделы сказать, что вот у этих олигархов надо забрать собственности, потому что нам нужно построить Сколково-2, Сколково-5 и Магнитогорск-10. Да, вы сейчас говорите о переделе, о перераспределении, но о перезагрузке мы можем заговорить? А вот в мобилизационном сценарии нет, потому что это традиционный для России такой прыжок, когда в ближайшие 2-3 года идут положительные результаты, а потом идут отрицательные. Да. Или сползание, или резкий спад. Причем они всегда заканчиваются еще и сокращением населения, хочу заметить. И здесь же сидят пока небольшие шансы институциональной модернизации, то есть нормального модернизационного выхода, который, разумеется, тоже происходит не в одну ночь. Но я считаю, что, скажем, одно из решающих звеньев, я бы сказал, вот их два. Первое – это правосудие, потому что сначала суд, а потом парламент. А второе – это гласность. Это то, что Михаил Горбачев назвал гласностью. Вот когда у нас будут прямые эфиры на телевидении... Спасибо, благодарю вас за участие в нашей программе. Мы говорили о возврате на территорию гласности и о верховенстве права. Посмотрим, в ближайшие два года, каковы шансы будут у нас на это, на все. Мы просто посмотрим, поборемся. Поборемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова